Одно необдуманное решение может поставить крест на судьбе 24-летнего иркутянина. Мужчина вступил в открытый конфликт на улице со своим знакомым. Очень быстро у оппонентов закончились слова и они перешли к действиям. После драки один из мужчин сел за руль своего автомобиля и совершил наезд на второго участника конфликта. А после скрылся с места ДТП. Задержали злоумышленника уже через несколько часов в одном из районов города. Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. О других и менее важных резонансных событиях этого дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Здравствуйте и прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Сезон детского травматизма открыт в Иркутской области. Водитель автомобиля сбил 14-летнего велосипедиста возле пешеходного перехода. В программе расскажем, какие с приходом тепла юных прибайкальцев ждут опасности. Опасный путь. Жители сразу пяти садоводств в Иркутском районе вынуждены ежедневно ходить по самодельному деревянному настилу через болотистую местность. Из-за чего сложилась такая ситуация, разбираемся в выпуске. В выпуске также сообщим о том, сколько денег в этом году выделят на иркутские фонтаны и какие виды работ предстоит выполнить на объектах. Подробнее об этом поговорим через несколько минут. Сколько испытаний пришлось преодолеть участникам исторического квеста в Усолье, а также что за музейная карета путешествует по Иркутской области, объясним в рубрике повесточки. И теперь о событиях дня подробнее. В Шелиховском районе водитель внедорожника сбил 14-летнего школьника. Все случилось недалеко от пешеходного перехода, в момент, когда подросток собирался переходить проезжую часть. Предварительно установлено, что школьник вместе с друзьями возвращался домой с дачи на велосипеде. Когда молодой человек приблизился к зебре, он слез с велосипеда, чтобы пересечь дорогу и ждал возможности начать движение. В этот же момент водитель УАЗа при повороте перед пешеходным переходом не справился с управлением и сбил велосипедиста на обочине. В результате ДТП 14-летний парень получил ушибы. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Стоит отметить, что с начала года в Иркутской области случилось 62 аварии с участием несовершеннолетних. 63 ребенка получили травмы. И в будущем эти цифры могут еще вырасти, ведь впереди летний сезон и длинные школьные каникулы. Особое внимание следует уделить соблюдению правил дорожного движения самими несовершеннолетними. Следует родителям еще раз напомнить о соблюдении правил дорожного движения детям, а лучше на личном примере взять ребенка за руку и провести от дома до образовательной организации, либо других развлекательных мест, где ребенок может находиться. Стоит на личном примере объяснить ребенку требования дорожных знаков, а также дорожной разметки. С наступлением тепла в регионе дети все чаще попадают в неприятные ситуации. Однако есть в регионе места, где несовершеннолетние рискуют своим здоровьем буквально каждый день. Так в Иркутском районе школьники сразу из пяти садоводств в круглый год вынуждены ходить до учебного заведения через болото и лес. Почему сложилась такая ситуация и как можно исправить ее? Сегодня разбиралась Анастасия Смирнова. Ей слово. Пошли по кривой дорожке в прямом смысле. Ежедневный маршрут в школу этих детей из Иркутского района больше похож на очень длинную полосу препятствий. Для того, чтобы попасть в учебное заведение, школьникам из пяти садоводств в районе поселка Марково необходимо пройти три километра по деревянному настилу через лес, болото и реку. Все потому, что это самый короткий путь до школы. Альтернативой является лишь автомобильная дорога, по которой детям придется идти практически вдвое дольше. Показательно, что даже в сезон паводков, когда импровизированный мост оказывается под водой, люди все равно продолжают пользоваться именно им, а не идут в обход. Вода была, вообще ходили, одевали мешки мусорные, резиновые сапоги, босиком шли школьники. Зимой же настил утопает в снегу, что также доставляет множество неудобств. Не испытывают их лишь те жители садоводств, у которых есть машина. Но, судя по популярности маршрута, таких здесь немного. Раньше ребята ходили по этому мосту, однако после он совсем пришел в негодность. Поэтому жители сообща построили новую дорожку поверх старой. Однако и она не соответствует требованиям безопасности. К такому выводу пришли специалисты региональной прокуратуры. Дорожка, как оказалось, должна быть шире, а также на ней необходимо установить перила. Однако, возможно, об этом пути вообще никто не узнал, если бы родители школьников не обратились за помощью на прямую линию с президентом России. После этого к решению проблемы подключились общественники. Они предложили запустить из садоводств школьные автобусы. Они есть и сейчас, вот только транспорт не идет по территориям этих СНТ. Ведь их дороги, в свою очередь, не соответствуют требованиям безопасности для школьных маршрутов из-за ширины проезжей части, а также отсутствия дорожных карманов. В итоге получается замкнутый круг. На сегодняшний день земля в собственности садоводства. И муниципалитет не может вложить денежные средства и сделать этот карман для школьного автобуса. Необходимо, чтобы собственники СНТ передали эту землю в собственность, где можно сделать разворотный карман для школьного автобуса в собственность муниципалитета. И мы же все равно понимаем, что люди, даже не школьники, люди все равно будут ходить по короткому, но на сегодняшний день опасному пути. Поэтому и там, конечно, нужно сделать дорогу. Оперативно получить ответ на вопрос о том, насколько такая идея реализуема, нам не удалось. Однако мы продолжим следить за ситуацией. И, возможно, в будущем ребята все же смогут добираться до учебного заведения более быстрым и безопасным путем. Анастасия Змирнова, Василий Заводский. Новости по будням. Разбираться в причинах появления кирпичной дороги придет сотрудникам мэрии Иркутска. Специалисты администрации начали проверку в отношении подрядчика, который вывозил строительный мусор, оставшийся после разрушения бывшего кинотеатра «Чайка» на территорию Чертугеевского залива. Напомним, с подрядчиком был составлен договор на 1 миллион рублей. Из него следует, что исполнитель был обязан демонтировать здание, очистить и выровнять территорию, а также утилизировать строительные отходы. По правилам для этого должны использовать специальные полигоны. Однако неизвестные предпочли укатать мусор большегрузами на берегу Чертугеевского полуострова. Помимо специалистов мэрии, в этом деле сейчас разбирается природоохранная прокуратура и природнадзор. Примечательно, что работы по сносу бывшего кинотеатра все еще не закончены. Они должны завершиться до 1 мая. А вот история с резким повышением цен на проезд в автобусе из Иркутска в Ангарск наконец подошла к концу. Начиная с 24 апреля пассажиры пригородного маршрута будут платить по 130 рублей за проезд до города нефтехимиков. К такому компромиссному решению, если его можно так назвать, пришли Министерство транспорта Прибайкалья и компания-перевозчик, которая работает на данном маршруте. Напомним, изначально стоимость планировалось поднять со 110 рублей до 150. Причиной роста цен стало увеличение затрат на импортные масла, антифриз, шины и запчасти. Разумеется, такое положение дел не устроило пассажиров. Они обратились в Федеральную антимонопольную службу. Именно после этого перевозчик и согласился пойти на уступки и уменьшить свои аппетиты. Также владелец транспорта заверил, что в 2022 году больше не планирует повышать цены на данном направлении. С начала года проезд подорожал во многих городах Иркутской области. То же самое происходит с ценами на продукты и товары первой необходимости. Сейчас цена растет на самые привычные для нас услуги и вещи, отчего жизнь среднестатистических прибайкальцев превращается в квест прожить от зарплаты до зарплаты. Что из продуктов подорожало за последнее время сильнее всего, узнаете далее. Все выше и выше. Таков девиз цен в последнее время в стране. Только за март продукты в Иркутской области подорожали почти на 6,5%. Об этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования. По заявлению ведомства, в Прибайкале рост цен ниже, чем в других регионах Сибири. Но разница небольшая, всего около 0,7%. Поэтому наши кошельки все равно стремительно худеют. Тем более значительно дорожают самые важные продукты. К примеру, стоимость яиц выросла более чем на 5%. Но это еще терпимо. Сахар подорожал почти на 40%, лук на 32%, а морковь на 11%. По данным Росстата, за последнюю неделю по всей стране растут цены именно на привычные для нас овощи и фрукты. Значительный скачок стоимости зафиксирован на свеклу. Отдавать за килограмм главного ингредиента для борща придется теперь почти на 3% больше, чем в начале апреля. Лук, картофель, огурцы и яблоки не отстают в гонке на значительное подорожение. Интересно, что в целом по стране капуста становится дешевле. В Иркутской же области, наоборот, цены на нее растут. Помимо продуктов, все недоступнее становятся и товары первой необходимости. Мыло, шампунь, зубные пасты и туалетная бумага. То есть зарплаты многих россиян сейчас едва хватает на то, чтобы купить еды и просто сходить в душ. Олег Федоров, Юлия Шинкарюк, новости по будням. Полюбоваться на воду уже с 1 мая смогут жители областного центра. В этот день в Иркутске начнут запускать фонтаны. Процесс их технической подготовки идет полным ходом. А на содержание в этом году выделили более 12 миллионов рублей. Контракт на соответствующую сумму заключен между муниципальным учреждением «Городская среда» и городским водоканалом. Причем, по данным сайта госзакупок, в этом году на эти цели денежных средств выделили на 43% больше, чем в прошлом. Работы по установке необходимого оборудования будут завершены к 1 мая. В функции подрядчика входит и содержание 12 городских фонтанов в летнее время. В частности, речь про конструкции на сквере Кирова, у Дворца спорта Труд и на сквере 50-летия СССР. Работать городские оазисы в областном центре будут до 30 сентября. Если за функционированием городских фонтанов в Иркутске тщательно следят, то вот некоторые дворы областного центра буквально брошены на произвол судьбы. Чаще всего такие придомовые территории можно встретить на окраинах города. Тем не менее, это не значит, что проводить благоустройство там не нужно. В рамках рубрики «А у нас во дворе» Кристина Черкова сегодня побывала в одном из самых мрачных мест города. Смотрим. Главное негласное правило к состоянию абсолютно каждой придомовой территории – быть комфортной для проживающих в ней людей. Чего не скажешь об этом дворе на улице воинской площадки. Попадая сюда, с первых секунд закрадывается перманентное ощущение опасности. И попробуй угадать, кто посягает на твое здоровье – враждебно настроенные люди или бродячие собаки. В таких деревянных двухэтажных домах живут здесь люди. Конечно, о качественном благоустройстве рядом с ними можно только мечтать. Отсутствие нормальных дорог – первая проблема здешних мест. Придать нотку уюта местные жители решили подручным способом. Такие самодельные клумбы из шин в летнее время года добавляют ярких красок в серую цветовую гамму этого двора. Несмотря на то, что оставаться нам здесь не хочется, проживающим в этом дворе людям достаточно комфортно. Они в буквальном смысле отдыхают на улице. За таким столом переговоров, видимо, обсуждают насущные вопросы. Пока взрослые заняты обсуждением повестки дня в стране, дети, видимо, играют в этой песочнице. Правда, предположить, что они здесь находят – развлечения или отходы жизнедеятельности животных – сложно. Опасности детей и взрослых подвергают эти частные постройки. Почти все они находятся в бесхозном состоянии и используются не по назначению. В них лежит мусор, который нерадивые жильцы и вовсе поджигают. Как это случилось с этим сараем? Сейчас здесь лежат обгоревшие доски. Будильником для местных жителей служит проходящая рядом железная дорога. Гул от подвижных составов окутывает буквально все в этом дворе. Ну что, пришло время подводить итоги. Этот двор мне напоминает картину из фильма про 90-е. Он никак не вписывается в современную жизнь. Ни жить, ни даже находиться мне здесь не хочется. Кристина Черкова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Для тех, кто хочет и любит проводить время на даче, в теплое время года в Прибайкалье работают так называемые садоводческие маршруты. Сегодня к нам в редакцию обратился телезритель, который интересуется, когда в Иркутской области такие автобусы вновь начнут курсировать по садоводствам. За ответом мы обратились в правительство региона. Там нам пояснили, что специальный общественный транспорт начнет работать в Прибайкалье с 1 мая. Всего в Иркутской области садоводческие маршруты будут курсировать по 97 направлениям. В том числе 20 автобусов начнут ездить из Иркутска, 17 из Ангарска, 15 из Братска. Весь транспорт будет разделен по оплате за проезд. Стоимость некоторых маршрутов установит Министерство транспорта Прибайкалья. По остальным направлениям цены определят сами перевозчики. Сейчас в некоторые садоводства общественный транспорт уже начал ходить. Но пока, правда, только в субботу и воскресенье. В полном объеме автобусы начнут осуществлять регулярные поездки с 1 мая до 30 сентября. Если у вас есть подобные вопросы, ответы на которые будут интересны всем телезрителям, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний 792-402. Отправить информацию можно также через интернет по адресу rnewssobaka.ntsdfiz.tv.ru И к другим темам дня. Накануне во Всемирный день донора крови на Иркутскую станцию переливания пришли больше двух десятков работников ГЭС. Люди сдавали не только жизненно важный биоматериал, но и различные его компоненты. О важности данного мероприятия речь пойдет в следующем материале. Начало рабочего дня, а в центре переливания крови в Иркутске буквально не протолкнутся. Во Всемирный день донора сюда пришли и сотрудники Иркутской ГЭС. Среди них Марина Коршкова. Девушка заполняет необходимые документы перед тем, как впервые сдать кровь. Немного переживает. Успокоиться помогают коллеги. Многие из иркутских энергетиков почетные доноры и регулярно здесь бывают. Я вдохновилась поступками коллег, которые уже неоднократно сдают кровь. Чувство волнения. Конечно, хочется, чтобы принесло пользу. О пользе донорства уже многое знает коллега Марины Игорь Просекин. Инженер электротехнического отдела в числе постоянных посетителей станции переливания. Кровь регулярно сдает с 2018-го. Но и у него сегодня своеобразный дебют. Мужчине впервые делают забор плазмы. Этот компонент сейчас активно используют в регионе для лечения больных коронавирусом. Единственное, насколько я знаю, это разница по времени. То есть плазму сдавать дольше. А по ощущениям пока я не чувствую разницы. Если я сдаю кровь, я помогаю людям в первую очередь. Ну и потом уже на регулярной основе стал сдавать. Особенно вот в последний год. Участие в донорской акции стало инициативой молодежных советов «Энплюс Групп», которые регулярно вносят свой вклад в общественную жизнь региона. Компания поддерживает эти начинания и активно развивает корпоративное волонтерское движение. Оно давно стало важной частью социальной политики энергохолдинга, главные принципы которой заложил еще его основатель Олег Дерипаска. Акция ко Всемирному дню донора объединила гидроэнергетиков сразу трех городов региона. Иркутска, Братска и Устилимска. Представители энергетических компаний, да, они довольно часто бывают. Они охотно откликаются прийти, помочь сдать свою кровь и помочь нашим людям. Донорство крови это очень важная часть, потому что полтора миллиона человек России нуждаются в переливании донорской крови. Поэтому донорам всегда здесь рады. А чтобы добровольцы знали, когда в следующий раз можно прийти сдавать кровь, всем вручили подобные памятки вместе с небольшими приятными подарками. Олег Федоров, Василий Заводский, новости по будням. Настоящим подарком для каждого родителя Иркутской области становится новость о том, что их ребенок может поступить в детский сад. Но многим приходится ждать этого события годами. Тогда как кангарские мамы и папы больше с такими трудностями не сталкиваются. В городе Нефтехимиков закончилась очередь в местные дошкольные учреждения для детей от полутора до восьми лет. Разумеется, решить эту проблему удалось за счет строительства дополнительных дошкольных учреждений. Только за прошлый год в Ангарске возвели сразу два детских сада. Всего же за последние шесть лет в городе Нефтехимиков и в Мегете появилось пять соответствующих зданий. Не остались без внимания и школы ангарского городского округа. Местной администрации удалось увеличить количество мест в образовательных учреждениях на полторы тысячи. И в ближайшее время эта цифра будет только расти. Завершается прохождение экспертизы проекта для строительства школы на 725 мест в 32 микрорайоне. Также в разработке проект дополнительного корпуса школы номер 39, реализация которого поможет ввести еще 575 мест. В Мегете определен земельный участок для строительства школы на 1275 учащихся. Чтобы реализовать себя в строительной отрасли нужно много и долго учиться. Но уже на этапе образования можно проявить себя и зарекомендовать перед будущими работодателями. Как это сделать расскажем в традиционной рубрике «Ценный выбор». Что угодно от запчасти пылесоса до деталей космического корабля в будущем смогут сделать эти ребята. Послойное создание объектов на современных 3D принтерах называется аддитивными технологиями. И с этого года они в списке компетенций чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Он проходит сейчас в Иркутске. В состязаниях участвуют студенты техникумов и колледжей из 18 регионов страны. Я планирую развиваться в этой специальности. Считаю, что это очень полезно для общества. И планирую трудоустроиться также за счет участия в соревнованиях работодатели. Учитывают это как большой плюс. Такие штучные специалисты уже сегодня востребованы во многих отраслях экономики. Это от стоматологии, медицины, строительства, все что угодно. Самолет-строение, авиастроение, ракета-космостроение. Аддитивные технологии применяются давно и достаточно широко вошли в эту отрасль. Перспективы огромные. И задача чемпионата WorldSkills привлечь в сферу аддитивных технологий тех, кто еще только определяется с будущей профессией. Анастасия Смирнова, Ольга Полянская. Новости по будням. Работы профессионалов европейского кинематографа представят в Иркутске. В нашем городе состоится фестиваль французского кино. Насладиться фильмами на языке оригинала, но с русскими субтитрами гости и жители столицы Прибайкалья смогут с 23 по 30 апреля. В программу мероприятия вошли 8 фильмов. В том числе картина, которая считается классикой французского кинематографа «Человек из Рио». Лента была снята в далеком 1964 году. В главной роли в ней снялся один из самых известных актеров Европы Жан-Поль Бельмондо. Также на фестивале найдется место и анимации. Организаторы заявили мультфильм детства бедовой Марты Джейн Каннери. Открытие недели французского кино состоится 23 апреля в 15.45. Для посетителей приготовили музыкальную программу и фуршет. Ну а сразу после короткой рекламы расскажем о необычном рекорде, который планируют установить в Иркутске и о достижениях спортсменов региона. Каким будет будущее? Твое будущее. Кем ты станешь? Будешь ли востребован как специалист? Инструменты для решения этих вопросов даст Иркутский государственный университет путей сообщения. Десятки специальностей. Квалифицированные кадры. Иргупс. Надежный вклад в собственное успешное будущее. Лёля Макарова завоевала золото первенства Сибири по теннису. На соревнованиях Иркутянка выступала в смешанном парном разряде вместе с представителем Новосибирска, где и состоялся турнир. Этот дуэт уверенно дошел до финала. В нем наша спортсменка и ее напарник также одержали победу и заняли первое место. Также первое место занял и Артем Галецкий на первенстве Сибири по греко-римской борьбе. Молодой человек выступал в весовой категории 52 килограмма и это оказалось единственное золото, которое завоевали наши спортсмены на турнире. Тем не менее, в копилке сборной при Байкале еще оказались два серебра и четыре бронзы. Кроме того, все призеры соревнований получили право представить наш регион на первенстве России, которое пройдет в мае в Уфе. Ермак начал комплектацию состава грядущему сезону высшей хоккейной лиги. Руководство клуба объявило о продлении контракта с тремя игроками. Как минимум еще на год в Ангарске останутся защитник Максим Гусев и Кирилл Галюк, а также форвард Георгий Сергеенко. Он в минувшем сезоне провел 42 игры, забил 10 шайб и выполнил 6 результативных передач. Данил Седов, новости по будням. Побить рекорд продуктовый уже на следующей неделе планируют в Иркутске. В областном центре состоится мероприятие «Царь сосиска». С 26 по 29 апреля на территории Сибэкспоцентра будут изготавливать 25-метровую сосиску. Главная ее особенность, помимо размера, заключается в том, что в ее состав войдут только местные продукты. После регистрации рекорда сосиску обжарят на мангале и предложат гостям для дегустации. Организаторы рассчитывают получить не менее 2000 порций в виде хот-догов. О других интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Бегать по лужам, не дай дать кашу и смотреть мультфильмы. Вот почему этим не могут заниматься взрослые на работе? А ведь порой так хочется. Именно это желание и вдохновило нас поговорить о тех, кто может себе это позволить. В центре нашего внимания сегодня дети. В театральное путешествие из Иркутска отправилась музейная карета. Это проект по организации выездных спектаклей. Идейные вдохновители и исполнители – сотрудники музея декабристов. На этот раз ребятам из Иркутского и Усольского районов представили постановку по роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Поиграли и узнали много нового о родном городе юные усольчане. Для ребят провели специальный квест. За отведенное время необходимо было пройти 12 этапов. Например, школьникам требовалось назвать известных земляков и значимые улицы города. С заданиями справились все участники, а их было немало. Представители 13 школ боролись за победу. Роботосиделку изобрел кузбаски школьник Вячеслав Визила. Эта машина поможет человеку вовремя принять лекарства, напомнит, что нужно измерить давление, а также в случае необходимости отправить сообщение врачу или родственникам. К испытаниям робота юный изобретатель привлек своих дедушку и бабушку. В целом им придумка понравилась. Прежде всего, простотой управления. Необычную пожарную машину получил в подарок мальчик Деклан из Англии. Вот такой сюрприз подготовил для малыша его папа. Для этого он приобрел на распродаже подержанный скутер и старый каркас от аттракциона, изображающий пожарную машину. Объединив эти две покупки вместе, заботливый отец и смастерил особый подарок. Теперь папа и сын разъезжают по улицам на миниатюрной пожарной машине, оснащенной сиренами, мигалками и мегафоном. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова